САРАТОВ В этом месте этажом ниже находится барабанная установка. Полгода назад в помещении под квартирой Светланы Зайонца открылась школа рока. И когда рокеры репетируют, соседи сверху буквально сходят с ума. Иногда бывает громко, очень громко, иногда не очень громко. Но это настолько выводит из себя, что мы просто мечемся по квартире. Единственные мысли у нас – только бы они приклотили. Первое время у меня доходило до такого состояния, что мне хотелось покончить с собой, потому что это невозможно было. Светлана с мужем живут здесь 4 года. Квартира в элитном доме на улице Мичурина обошлась недешево. Но все окупали центр города, рядом работа, набережная и липки в шаговой доступности. Теперь от этого никакой радости. Светлана убегает из дома с первыми звуками барабана и бродит по липкам, пока репетиции не закончатся. Как получилось, что в жилом доме разрешили открыть шумную контору, она пыталась узнать в разных инстанциях. Мы писали, обращались ко всем контролирующим или любым органам, начиная с прокуратуры. Были жалобы в Волжскую прокуратуру, писали жалобы в областную прокуратуру, в Роспотребнадзор, в жилищную комиссию, в администрацию города. Нигде мы не находим ни понимания, ни элементарного сочувствия. В итоге хозяйка сама решила доказать, что звуки превышают нормативы. И пригласила специалиста по децибелам из Роспотребнадзора. Процедура измерения не быстрая. Сначала мерили уровень шума в тишине. Потом то же самое во время репетиции рок-группы. На замерах присутствовал представитель ИП Ряба, в котором принадлежит школа рока. Соседи говорят, что состоятельный отец подарил студию сыну. Поговорить с нами любитель музыки отказался. Светлана с ним общего языка тоже не нашла. Она несколько раз ходила в рок-студию и пыталась усовестить нарушителей ее спокойствия. У нас все по закону. Мы проводили экспертизу, жильцы проводили экспертизу. Все по закону, все в нормах децибелы, все в норме. Вы можете показать заключение? Заключения у меня с собой нет. Но это все у владельца есть. Предоставляется не телевидению, а государственным органам. Юристы напоминают, что закон защищает право граждан на спокойствие. В этом году в Саратовской области даже приняли закон о тишине, который запрещает издавать громкие звуки в доме с 9 вечера до 9 утра. Штраф для граждан от 1 до 2 тысяч рублей. За дневной шум тоже могут оштрафовать. Непосредственно то лицо, чье право на покой и тишину нарушено, может обратиться в суд с требованием обязать ответчика прекратить вот эти противоправные действия. Здесь как раз будут в помощь проведенные результаты исследований по замеру уровня шума. Я хочу, чтобы я просто здесь спокойно жаловалась, чтобы было тихо. Если они смогут сделать такую звукоизоляцию, что у меня вообще ничего слышно не будет. Соседи по дому Светлане сочувствуют и собираются написать коллективную жалобу в полицию. Музыкантам может не поздоровиться. В городе Первоуральске Свердловской области суд по жалобе соседей выселил диджея из-за громкой музыки. Его квартира будет продана с публичных торгов.